Когда речь заходит о тракторах, большинство людей представляют себе медленные тяжелые машины, ползущие по полям с черепашьей скоростью. Но в Советском Союзе был трактор, способный разгоняться так быстро, что для своей категории он казался настоящим скоростным монстром. Речь идет о Кировце К-700А, одной из самых мощных и легендарных машин, когда-либо созданных в СССР. Этот трактор, разработанный на Ленинградском Кировском заводе, стал символом сельскохозяйственного прогресса. Его сердце – восьмицилиндровый дизельный двигатель ЕМЗ-238НБ, выдающий около 300 лошадиных сил. Но самое поразительное – его скорость. В отличие от большинства советских тракторов, которые передвигались со скоростью пешехода, К-700А мог разгоняться до 28 миль в час. Это почти в два раза быстрее большинства стандартных моделей сельхозтехники. Такой результат достигался благодаря мощному двигателю и продуманной трансмиссии, обеспечивающей 18 передач вперед и 8 назад. Этот гигант впечатлял не только скоростью, но и размерами. Его вес почти 14 тонн, а высота – более 3 метров. Он легко справлялся с тяжелой техникой, буксируя плуги, бароны и даже транспортные прицепы с грузами, которые не каждый грузовик осилил бы. Однако управление К-700А требовало опыта. Огромные габариты и высокая скорость могли стать проблемой, если тракторист ошибался. В случае экстренного торможения многотонный исполин был не таким уж и покладистым. Остановить его мгновенно было невозможно. Но если К-700А удивил своей скоростью, то следующая машина шокирует своей броней. Представьте себе трактор, построенный по принципу танка. Что, если бы трактор мог выполнять задачи, доступные только тяжелой военной технике? В СССР действительно существовала такая машина – ДТ-75Б, которую можно назвать «танком без брони». Она обладала невероятной проходимостью, была надежной, неприхотливой и способной справляться с задачами, которые оказались бы не под силу даже некоторым бронемашинам. В основе ДТ-75Б – гусеничное шасси, обеспечивавшее ему исключительную проходимость по мягким, заболоченным и труднодоступным территориям. Благодаря широким гусеницам и продуманной развесовке он мог перемещаться по рыхлому грунту, снегу и торфяникам, где обычный колесный трактор просто бы увяз. За мощность отвечал четырехцилиндровый дизельный двигатель SMD14NG мощностью около 80 лошадиных сил. Хотя скорость его была невелика – всего 7 миль в час, в условиях, для которых он предназначался, это было не главное. Его ключевое преимущество заключалось в тяговом усилии и способности преодолевать сложные участки местности. ДТ-75Б активно использовался в осушении болот, мелиорации и освоении труднодоступных сельскохозяйственных земель. В СССР он также применялся в строительстве и лесозаготовках, где его мощные гусеницы позволяли перемещать тяжелые бревна и технику. Конструкция этой машины делала ее практически неубиваемой. Даже в самых тяжелых условиях эксплуатации ДТ-75Б мог работать десятилетиями без серьезных поломок. Именно эта надежность и простота сделали его настоящей легендой, а его внешний вид с мощным гусеничным ходом, похожим на танк, лишенный только броневой защиты и вооружения. Но это далеко не самая массивная машина, созданная в СССР. Дальше вы увидите настоящего исполина, чья мощность поражала воображение даже по современным меркам. В мире сельскохозяйственной техники Советского Союза существовал настоящий гигант, чьи размеры и мощность поражали воображение. Этот трактор был способен выполнять задачи, которые другим машинам были не под силу. Знакомьтесь, Т-800 – один из самых мощных и тяжелых тракторов, когда-либо созданных в СССР. Т-800 был разработан для выполнения энергоемких вскрышных работ в горнодобывающей промышленности, а также для крупных земляных работ в дорожном и мелиоративном строительстве. Его силовая установка – дизельный двигатель мощностью 820 лошадиных сил, что позволяло ему развивать номинальное тяговое усилие в 75 тонн, а максимальное – до 140 тонн. Размеры и масса этой машины впечатляли. Полная масса трактора с бульдозерно-рыхлительным оборудованием составляла 103 тонны, из которых 30 тонн приходилось на навесное оборудование. Такие характеристики делали Т-800 одним из крупнейших гусеничных тягачей своего времени. Однако, несмотря на свои выдающиеся характеристики, Т-800 не получил широкого распространения. С 1983 года было выпущено всего 10 экземпляров этой модели. Основными причинами ограниченного производства были высокая стоимость и сложность эксплуатации таких гигантов. Этот трактор из полин стал символом инженерной мысли своего времени, демонстрируя стремление советских инженеров к созданию мощных и надежных машин для самых сложных задач. Но были и другие модели, которые, хотя и не обладали такими внушительными размерами, но удивляли своей инновационностью и эффективностью. В истории советского тракторостроения есть модели, которые стали настоящими легендами благодаря своей универсальности и надежности. Одна из таких машин – МТЗ-80, известный также как «Беларус». Этот трактор стал неотъемлемой частью сельскохозяйственных работ на просторах СССР и за его пределами. МТЗ-80 был разработан Минским тракторным заводом и впервые сошел с конвейера в 1974 году. Он оснащался четырехцилиндровым дизельным двигателем мощностью 80 лошадиных сил, что обеспечивало ему отличные тяговые характеристики при относительно небольшом расходе топлива. Одной из ключевых особенностей МТЗ-80 была его универсальность. Благодаря продуманной конструкции и возможности агрегатирования с различными навесными и прицепными орудиями, этот трактор использовался для самых разнообразных сельскохозяйственных работ – от вспашки и посева до уборки урожая и транспортировки грузов. Надежность и простота в обслуживании сделали МТЗ-80 любимцем многих механизаторов. Он был неприхотлив к условиям эксплуатации и мог работать в различных климатических зонах – от жарких степей до холодных северных регионов. За годы производства МТЗ-80 получил множество модификаций и обновлений, что позволило ему оставаться актуальным и востребованным на протяжении десятилетий. Его экспортировали в десятки стран, где он также заслужил признание за свои рабочие качества. МТЗ-80 по праву считается одним из самых успешных и массовых тракторов в истории советского и мирового тракторостроения. Его вклад в развитие сельского хозяйства трудно переоценить, и даже сегодня, спустя десятилетия, многие из этих машин продолжают трудиться на полях, подтверждая свою легендарную надежность и эффективность. А теперь давайте познакомимся с еще одной уникальной моделью советского трактора, которая сочетала в себе инновационные решения и мощность, став символом инженерной мысли своего времени. В послевоенном Советском Союзе, когда лесозаготовки приобрели стратегическое значение, возникла потребность специализированной техники для эффективной работы в лесах. Одним из ответов на этот вызов стал уникальный трактор Т-210, разработанный на Онежском тракторном заводе в 50-х годах. Т-210 был двухосным трактором с двумя ведущими мостами, что обеспечивало ему отличную проходимость по лесным просекам и грунтовым дорогам. Его основная задача заключалась в вывозке древесины с кроной, что требовало от машины высокой мощности и надежности. В 60-м году экспериментальный цех Онежского тракторного завода завершил сборку Т-210, однако, несмотря на успешные испытания, эта модель не пошла в серийное производство. Причины могли быть связаны с экономическими и производственными факторами того времени. Хотя Т-210 остался экспериментальной моделью, его разработка продемонстрировала стремление советских инженеров создавать специализированную технику для решения конкретных задач в различных отраслях народного хозяйства. В 30-х годах Советский Союз стремительно наращивал промышленный потенциал, и одной из главных задач было создание мощной и надежной сельскохозяйственной техники. Требовался трактор, способный работать на просторах огромной страны, выдерживать суровые условия эксплуатации и быть максимально доступным для массового производства. Именно таким и стал стал сталинец С-60, машина, которая открыла новую страницу в советском тракторостроении. Эта модель была разработана с учетом опыта зарубежных аналогов, в частности, американского Caterpillar 60, но адаптирована под реалии СССР. Главной особенностью С-60 стал карбюраторный двигатель мощностью 60 лошадиных сил, работающий на Леграине, дешевом топливе, доступном в Советском Союзе. В отличие от медленных и маломощных тракторов предыдущих лет, этот агрегат мог справляться даже с самыми сложными сельскохозяйственными работами. Запущенный в серийное производство 1 июня 1933 года на Челябинском тракторном заводе, он быстро стал незаменимой машиной в советском сельском хозяйстве. Трактор использовался для обработки больших площадей, перевозки грузов, строительства и даже в оборонных целях. Надежность и простота конструкции сделали его крайне популярным. С-60 мог работать в самых сложных погодных условиях, от палящего солнца до ледяных морозов. Но у него были и недостатки. Карбюраторный двигатель, несмотря на свою мощь, оказался менее экономичным, чем дизельные аналоги. Кроме того, низкая скорость ограничивала его применение. Максимальная скорость не превышала 5 миль в час. Со временем его начали заменять более совершенные модели. Но С-60 навсегда вошел в историю как символ эпохи советской индустриализации. Однако, несмотря на всю мощь С-60, в СССР существовали и более редкие удивительные машины, о которых многие даже не слышали. Машины, чья конструкция поражала воображение и выглядела словно из другой эпохи. В послевоенные годы Советский Союз стремился восстановить и модернизировать сельское хозяйство, уделяя особое внимание механизации трудоемких процессов. Одним из ответов на эту потребность стал ХТЗ-7. Первый советский малогабаритный трактор, разработанный для работы в садово-огородных хозяйствах. ХТЗ-7 выпускался Харьковским тракторным заводом с 50-го по 56-й годы. Он оснащался двухцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 12 лошадиных сил, что позволяло эффективно выполнять легкие сельскохозяйственные работы. Компоновка трактора была безрамной, все нагрузки воспринимались картером агрегатов. Одной из инновационных особенностей ХТЗ-7 была гидравлическая навесная система, что значительно повышало его функциональность. Кроме того, трактор был оборудован пневматическими шинами, что улучшало его проходимость и снижало давление на почву. Конструкция позволяла регулировать дорожный просвет и ширину колеи, адаптируя машину под различные виды работ. ХТЗ-7 использовался для обработки овощных культур, работы в садах и на приусадебных участках. Его компактные размеры и маневренность делали его незаменимым в условиях ограниченного пространства. Трактор мог агрегатироваться с различными навесными и прицепными орудиями, а также использоваться для привода стационарных машин. Несмотря на свою скромную мощность, ХТЗ-7 внес значительный вклад в механизацию легких сельскохозяйственных работ в СССР. Его разработка и внедрение стали важным шагом на пути к повышению производительности труда в аграрном секторе. Однако были и другие модели, которые, обладая большей мощностью, также оставили заметный след в истории советского тракторастроения. В 70-х годах, когда Советский Союз стремился к модернизации сельскохозяйственной техники, Харьковский тракторный завод представил новую модель, сочетающую в себе мощность и инновационные решения. Так появился Т-150К, колесный трактор, ставший символом передовых технологий своего времени. Т-150К оснащался шестицилиндровым дизельным двигателем мощностью 150 лошадиных сил, что обеспечивало ему высокую производительность при выполнении различных сельскохозяйственных и промышленных задач. Особенностью этой модели была шарнирно-сочлененная рама, позволяющая трактору эффективно маневрировать и преодолевать сложные участки местности. Благодаря своей универсальности Т-150К использовался не только в сельском хозяйстве, но и в строительстве, лесозаготовках и других отраслях. Его надежность и простота в обслуживании сделали его популярным не только в СССР, но и за его пределами. С 1976 по 1990 годы Т-150К экспортировался в США, Канаду, Австралию, страны Европы, Азии и Африке. За время производства Т-150К получил признание на международном уровне, завоевав пять золотых наград на международных выставках с 1973 по 1976 год. Его успех стал свидетельством высокого уровня советского тракторостроения и инженерной мысли. Однако, несмотря на успех Т-150К, в истории советского тракторостроения были и другие модели, которые, хотя и не получили широкого распространения, но оставили заметный след благодаря своей уникальности и техническим характеристикам. Одна из таких моделей – Т-75, гусеничный трактор, созданный на основе ДТ-54, но с увеличенной мощностью и улучшенными техническими характеристиками. В 1975 году Ленинградский Кировский завод представил миру новый трактор, который стал символом мощи и производительности советского сельского хозяйства – Кировиц К-701. Этот тяжелый колесный трактор с шарнирно-сочлененной рамой и полным приводом был создан для выполнения самых сложных сельскохозяйственных и промышленных задач. К-701 оснащался 12-цилиндровым дизельным двигателем ЕМЗ 240 мощностью 300 лошадиных сил, что делало его одним из самых мощных тракторов своего времени. Его габариты впечатляли. Длина – 24 фута 4 дюйма, ширина – 9 футов 5 дюймов, высота – 11 футов 7 дюймов. Вес машины составлял около 29,5 тысяч фунтов. Благодаря своей мощности и надежности К-701 нашел применение не только в сельском хозяйстве, но и в строительстве, лесозаготовках и других отраслях. Его шарнирно-сочлененная рама обеспечивала высокую маневренность, а полный привод – отличную проходимость в сложных условиях. Производство К-701 продолжалось до 2002 года, после чего модель была заменена на более современные версии. Однако до сих пор многие экземпляры продолжают работать, подтверждая свою надежность и эффективность. Но среди советских тракторов были и такие, которые, несмотря на свою мощь и инновации, остались малоизвестными и редкими. Один из них – Т-125. Экспериментальная модель Липецкого тракторного завода, которая не пошла в серию, но заслуживает внимания за свои уникальные характеристики. В истории советского тракторостроения есть модели, которые, несмотря на свою редкость, оставили заметный след благодаря уникальным характеристикам. Одним из таких тракторов является Т-125, разработанный в 1962 году на Харьковском тракторном заводе. Т-125 был оснащен дизельным двигателем мощностью 125 лошадиных сил, что позволяло ему развивать скорость до 35 км в час. Для трактора того времени это была впечатляющая скорость, учитывая, что большинство аналогичных машин имели значительно более низкие показатели. Особенностью конструкции Т-125 был полный привод с возможностью подключения переднего моста через двухступенчатую раздаточную коробку. Это обеспечивало отличную проходимость и позволяло эффективно работать на различных типах почв, независимо от их состояния. Однако, несмотря на инновационные решения и высокие технические характеристики, Т-125 не был запущен в серийное производство. Причины этого остаются не до конца ясными, но предполагается, что сложность конструкции и высокая стоимость могли стать препятствием для массового выпуска. Сегодня Т-125 является редким и малоизвестным представителем советского тракторостроения, но его разработка свидетельствует о стремлении инженеров того времени к инновациям и совершенствованию сельскохозяйственной техники.